В рамках ежегодных мероприятий, проводимых по инициативе правительства Московской области и Главного управления МЧС России, создана межведомственная комиссия по проверке Сергеева-Посадского района к пожароопасному периоду. Совещание проходило с участием представителей МЧС России, Министерства сельского хозяйства, Комитета лесного хозяйства, ГУВД, Государственного экологического надзора и других ведомств. Во время совещания начальник отдела по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций районной администрации Дмитрий Сафонов озвучил доклад о противопожарных мерах, проводимых в Сергеево-Посадском районе. Ежегодно с началом пожароопасного периода организуется ежедневное патрулирование пожароопасных территорий. Патрулирование проводится как наземными группами, так и с использованием бесполезно-плетательного аппарата, оснащенного тепловизором. Уже порядка, наверное, четырех лет эту технологию мы используем. Она себя зарекомендовала не только поиск людей, пропавших в лесу, но также очень удобно смотреть за пожароопасной территорией. Ну, наиболее удобно, когда после ликвидации очагаторственного пожара можно эффективно посмотреть, насколько он грамотно и качественно ликвидирован, и нет ли еще рядом маленьких очажков. Это, конечно, оказывает огромную помощь для незаключения распространения, ну, контроля качества ликвидации возгорания. Кроме того, Дмитрий Сафонов рассказал о других мерах, позволяющих своевременно реагировать на возникновение возгораний. Это видеонаблюдение, наблюдение за лесами с помощью спутника, проведение воздушной разведки средствами малой авиации аэроклуба «Вихрево», работа с населением. В приближении пожароопасного периода усиливается работа сосны и населения. В течение весеннего периода проводятся встречи с садоводами, жителями деревень. Активное участие в этой работе принимает отдел назорной деятельности ВМЧС России по Московской области, Сербии-Посадский район. В текущем году запланировано размещение на противопожарную тематику 10 баннеров на стационарных рекламных конструкциях, 3 светодиодных экрана в местах массового пребывания. Дмитрий Сафонов рассказал о том, что основными территориями, подверженными риску возникновения природных пожаров в нашем районе, являются Силковское и Шеметовское сельские поселения. При этом он сообщил о том, что в Силковском уже ведется строительство пожарной части, введение в эксплуатацию которой ожидается в конце этого года. Однако, несмотря на строительство новой пожарной части, в районе все еще остаются места, до которых в случае пожара помощь будет добираться дольше положенного. Условиями действующих нормативных актов по установленному регламенту, это касаемо 123-го федерального закона, так называемого технического регламента, у нас пожарно-спасательные подразделения к месту вызова должны пребывать в сельской местности до 20 минут времени прибытия, в городах это до 10 минут должно составлять. И чтобы нам прийти к этому регламенту, чтобы действительно мы везде успевали, согласно этого времени, необходимо размещение таким образом пожарных подразделений. И вот сегодня было озвучено, что нам необходимо в районе как минимум построить еще два таких подразделения, чтобы территория прикрытая была в Сергеево-Пасадском районе на 100%. Необходимо отметить, что подготовка к пожароопасному периоду начинается отнюдь не весной, а гораздо раньше. Все мероприятия, как правило, начинаются у нас с планирования. То есть разрабатывается план мероприятий. Этот план начали разрабатывать еще осенью. И некоторые элементы этого плана уже даже выполнялись. То есть слышали на совещании, это касаемо опашки. Потому что в настоящее время по погодным условиям технике очень тяжело зайти в поле, а осенью это достаточно удобно делается. Также это касаемо мероприятий и касаемо обводнений. То есть все делается заранее. Ну и основное, конечно, планирование сил на случай возникновения природных пожаров. В целом, как считают в администрации, Сергеево-Пасадский район готов к пожароопасному периоду 2019 года. Дарья Кондратенко, Кирилл Григорьев. День города.